If you're happy and you don't clap your hands Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики! С вами я, ваш верный друг Бикас Бикас Сложный 2018 год прошёл Наступили новогодние праздники И вроде бы надо садиться делать кратко про Готику 3 Но так уж вышло, что на данный момент При любом упоминании игр от студии Piranha Bytes Мне охота блевануть в ладошки и умыться этим Потому что я устал Поэтому пока идут эти праздники Мы с вами будем чилить и разберём некоторое дерьмецо В которое я играл, будучи малолетним дебилом Однажды в далёком-далёком детстве Когда трава была зеленее Игры слаще А Геймленд ТВ вещал без устали Мне подарили замечательную игровую консоль Xbox 360 И в комплект к нему мне предоставили три игры GTA 4 Devil May Cry 4 И Beowulf The Game Ну а поскольку даже тогда Юный Бубуй много чего понимал в игровой индустрии Он в первую очередь, роняя кал Побежал проходить игру про Беовульфа Давайте проверим Сможем ли мы сквозь призму времени Оценить эту игру по достоинству И испытать тот же спектр эмоций Полученные мной при первом прохождении этой игры Начнём с того, что игра сделана по мотивам одноимённого фильма Роберта Кисимякиса 2007 года Который в свою очередь снят по мотивам одноимённой англосексистской поэмы Написанной между 7 и 8 веками Сюжет затрагивает судьбу героя И славного военачальника Беовульфа Который победил страшного Гренделя и его мать Однако стоит заметить, что повествование сюжета в игре слишком отличается Если в фильме мы видим полноценное альтернативное ведение истории Беодогича То в игре сюжет обрублен и выдаётся даже не кусочками, а какими-то сгустками В общем, типичная игра по фильму Так что если вы не смотрели оригинал То, мягко говоря, ничего не поймёте И будете смотреть на игру с лицом гоблина из Аркса Игра переносит нас на берег моря Где главдебил соревнуется с Брэкой Само собой, кто такой Брэка И почему Беопоша соревнуется с ним Нам не ясно И никто этого объяснять не будет Но зато это сделаю я Наш Беовульф это ЧСВ Васян Который хочет показать всем, что он пиздатый Сасный и славные скальды будут Гроулить о нём во веки веков Короче, пацан желает славы и уважения Брэка примерно того же сорта Только по сравнению с нашим героем Он убогий и дефективный Здесь начинается обучение Где нам рассказывают, как и что устроено в этой игре Нас учат, как бегать и карабкаться по стенам Но какие кнопки за какие действия отвечают Не говорят Вот что значит этот кулак? Он означает подъём по стене Прыжок, фистинг Что? Нажмите кнопку схватить Но какая клавиша схватить, блядь? Это одна из тех игр, где нам говорят Нажимать на абстрактные кнопки действия Но конкретики никакой не дают Конечно, ведь ты и сам можешь залезть в настройки И глянуть управление Игрок может выбрать, играть на клавиатуре Или сосать бибу на геймпаде Так как соизволить показать кнопки действия На геймпаде разработчики не додумались Эх, много бы я дал, чтобы это оружие было в моих руках Какое ещё оружие? Что ты несёшь, рассказчик? Кстати, да, если вы смотрели фильм То знаете, что повествование в этой игре Идёт от Хротгара Местного короля-алкаша Который будет вас доёбывать своими замечательными комментариями Вот молодец, Биаульф Покажи, кто здесь сильнее О боже Следующим этапом этого непонятного соревнования Будет драка против грязекрабов На которых мы, собственно, и будем Методом тыка изучать местную боёвку Наш поехавший может наносить комбо Из лёгких и тяжёлых ударов А также может хватать противника Дабы уебать их или швырнуть И, конечно же, мы слушаем Замечательные комментарии рассказчика на фоне Берегись! Или кое-кому не жить! Старый поехавший алкаш После геноцида рачков Мы можем лицезреть пик этого соревнования Биапукич и Брека пытаются опередить друг друга в заплыве Но тут откуда ни возьмись Быстрой жопой улыбнись Появляются морские змеи И тут игра потихоньку начинает превращаться В болливудский клон бога войны В начале битвы мы будем максимально бесполезными И получим пару-тройку лещей Но ситуация кардинально поменяется После того, как нас уронят в воду Где ГГ словит триггер От непонятной голден лярвы Категории И Иди ко мне, могучий вождь Мой прекрасный герой Теперь нам доступна новая И, пожалуй, самая важная механика данной игры Это призыв ярости Вызывая у Беовульфа лютый батрудинов Мы становимся способны уничтожать все и вся Хм, что-то мне это напоминает Никогда такого нигде не видел В ярости он силен как Геракл И неудержимый как фанат Толкиена Когда ему говорят, что книга банальна Фильмы лучше И вообще он не Толкиен, а Толкин В состоянии безумного ебантяйства Мы с легкостью раскидываем змей в разные стороны И заканчиваем это всратое соревнование Однажды, Беовульф Слава Бреки затмит твою Сомневаюсь Герой, стремящийся к опасности, бесстрашен Так слеп Далее игра переносит нас в эпизод Где Беовульф и его храбрые воины Плывут в земли, в которых и живет ужасный Грендаль Терроризирующий славных даннов унижанов Правда, просто так мы не доплывем Ибо везде скалы и нам надо воудошевить ребят Чтобы они ловко управляли нашей байдаркой Делать мы это будем путем музыкальных таймингов А-ля Guitar Hero Пусть светится ветер Жестокий Однако и тут разработчики знатно оподлились Внимательно посмотрите на этот стоп-кадр Судя по написанному, нам надо сейчас Некоторое время жать на клавишу вниз Чтобы сыграть длинную ноту И один раз нажать на клавишу вверх Чтобы сыграть короткую ноту Но это ложь, пиздеж и девальвация Я делаю как сказано, но все проебывается И мы пиздякаемся о скалы На самом деле кнопки вниз и вверх Означают на моем геймпаде кнопки Икс и Игрек Почему, спросите вы? А потому что обучение рассчитано Сугубо на клавиатурное управление Но и тут не все так просто В управлении написано, что вверх и вниз Забиты на клавиши W и S Я жму по таймингам, но снова ничего не работает И мы снова драконим корабль о скалы Тогда что же делать, спросите вы? Если мы прокрутим управление в самый низ То увидим, что у длинной и короткой нот Собственные клавиши, забитые на стрелочках Это лишний раз доказывает, что мы играем в кордовую игру А-ля Арма Ждем РП-шные сервера Разобравшись со всем Мы доплываем до земли И тут вы, конечно, не поверите Начинается то, за что я, собственно, и полюбил эту игру в детстве Во-первых, нам дают в руки еще одну замечательную и важную механику Это героизм Если Биовульф очень ловко бьет врагов и не получает урона То в какой-то момент он может дать себе и своим товарищам лютый буст на небольшое время Под этим бустом ваш КПД растет И мы куда эффективнее раздаем врагам пиздюлей Во-вторых, вся наша игра это баланс между яростью или героизмом В зависимости от нашего выбора и частоты его использования будет меняться концовка игры Правда, как бы это ни было очевидно, но использование ярости это самый соблазнительный путь Да, я могу сейчас схватить первое попавшееся оружие И вместе со своими товарищами раздать крабам под хвостик А затем наделить наших товарищей бустом с голубой аурой Но! На другом конце берега мы видим, как доглашатая Данов домогаются разбойники И было бы желательно его спасти Вот тут-то мы и попробуем врубить яростного ебаната В этом режиме правильнее всего играть, хватая врагов И в интимной обстановке тет-а-тет жамкать их, как туалетную бумагу Конечно, вы можете так же ебашить всех мечом, но я бы не советовал это делать Дело в том, что в режиме ярости у вас автоматически врубается френдли фаер И велик шанс, что в режиме дебила вы вместе с врагами зацепите и своих ребят Поэтому убиваем только так Балдеж! Во время таких моментов забываются все косяки с обучением и управлением Просто дайте мне больше ярости и возможности сломать кому-нибудь жопу Хотя в данном прохождении я не буду сильно пельменивать с яростью И попробую усидеть на двух стульях сразу Чтобы попытаться выйти на хорошую концовку После убийства бандюков мы рассказываем глашатую, что пришли сюда покрошить личика хрюнделя фаршмак А заодно получить немного всемирной славы и респекта Здесь, кстати, находятся первые отличия фильма от игры По фильму, при высадке на берег, команду встречает дозорный, который ласково интересуется, что за люди приплыли за местным золотом Тут же разработчики за каким-то хером запихнули разбойников, крабов и вообще кучу непонятной херотени Хотя, если так подумать, то я не особо против, так как ломать ёбало бандитом очень и очень фани Спустя пару боёв натыкаемся на очередную жертву Гренделя Как это чувствует, чтобы пить пять губ Что это было? Это был Грендель? Говорят, он рвет человека надвое голыми руками Я тоже так могу, воин Давай же, смелее Изрядно навеселившись, добираемся до назначенной цели И видим, что местные жители измучены и заебаны по самые не хочу Грендель их доконал и доебал А король лишь беспомощно ковыляет вокруг да уокола В королевской столовке слэш-бухальне нам рассказывают, что да как О, великий конунг Хротгар Повелитель Данов Я пришёл убить чудовище В нём победить своего знаменитого пидора Грендель чудовище Сыч, который приходит на звуки веселья и пиршеств Видимо, ему не нравятся социобляди Поэтому, чтобы не теребить монстра лишний раз Они решили уйти в трезвое уныние Также нам заявляют, что если мы Гренделю вырвем хребет, то нам гифтанут за это замечательный золотой рок Пиздеть каждый мастак Ты не первый косякоша, который нажравшись, как свинота, начала обещать, что Гренделя на греческую амфору посадит Только вот потом нам приходилось их требуху и говно со стен скоблитера фланебала Сложно воспринимать всерьёз слова женщины Сказанные закрытым ртом Таким макаром мы наконец-то добираемся до третьего эпизода наших приключений Биавульфу пришла в голову просто охуенная идея Начать горланить песни, чтобы стригерить Гренделя Пукислава Чтобы удачно спеть песню, надо будет снова тыкать кнопки в такт, пародируя рок-бэнд Но не это самое интересное Начнём с того, что локализаторы не стали запариваться над дубляжом песни, оставив английский вариант Песня достаточно весёлая, задорная, но вот перевод внизу совсем не соответствует оригиналу Допустим, вы сейчас отчётливо можете услышать Что спокойно даже дебил переведёт как О, мы войско Биавульфа Однако локализаторы со мной не согласятся И скажут, что данная строчка переводится как Мы гномы Биавульфа Почему гномы? Почему, блять, именно гномы? Ах, ну да, вижу-вижу Вот Золтан, вот там Гимли И Джараков Шевцовым на подпевке При должном желании можно докопаться до всей песни Тут вам и хотели поразвлечься, схватили трюфелей Ей вспахивал газон И даже ей нужен в рот компот Локализация по-русски На каждый ваш фак у нас найдётся свой блин Во время столь славного северянского концерта БТС Врывается Грендаль с претензиями Грендаль Вам кости перелопают Не шумите Хватит Хватит Наш отряд мигом дохнет И мы остаёмся с Хрюнделем один на один Так уж вышло, что для успешной битвы против супостата Мы должны врубать ярость И хватая деревянный дрын Лупасить ёбуч, что и сил А потом в определённый момент битвы Нам надо взять врага за ручки И немного квтешить Дело не представляет особой сложности И спустя некоторое время Сделав Грендалью массаж Погладив почки И вправив суставы Мы одерживаем победу Корму и ломаю Я бегу и фуршу Я пыльки тьмы и когти ночи На их руках сила снасти плач Я Бео-бульф Не напугал Работай над этим Я Бео-бульф 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 Правда радость была недолгой Сразу же появилась Странная Голден Леди И раскидала Оставшихся работяг Алканафт поясняет Что это была мать Гренделя И чтобы окончательно Совсем покончить Нам надо бы ей тоже Прописать путёвку в Геленджик Вместе с сыном отдохнуть Кстати По сюжету Этот король и есть Ботяня Гренделя Ибо он в своё время Ей успел вялого присунуть Но вам думаю На это немного пихуй Я люблю тебя как сына Со смертью Гренделя Ты стал мне сыном Перед битвой мы можем Задержаться и поболтать С ребятами Виглов грустит Что много наших полегло А Унфер даёт нам Свой драгоценный Убер-меч Хрунтик Мы смотрим на глобальную карту Которая является местным Аналогом выбора левелов И выдвигаемся В путь Оказываемся в тёмном лесу По следам крови Гренделя Нам необходимо проследить Где находится логово мамаши Попутно убивая орды Тупых разбойников Кстати Убер-меч Унферта Ломается в первые Пять минут уровня Спасибо за годный подгон С Алика Братан Хочу подметить Что тут же нас обучают Скиллу уклонения От противника На самом деле Нам не стоит даже париться У воротами Так как наш биопукич Во время уклонения Превращается в воздух Который не может поразить Ни один меч Убив всех Кого только можно Мы добираемся До пещеры ведьмы В которую идём Совершенно одни Там нас ожидают Пара тройка мерзких тентаклей Но в целом Опасности они Не представляют А ещё мы тут можем найти Труп Гренделя Который выглядит Точь в точь Как запечённая дичь Куда больше денджер Нам стоит ожидать От самой ведьмы Так как тут по сюжету Наш славный биовульф И показал свои первые признаки Типичного мужицкого Васянства Дело в том, что по фильму Главный герой не стал её убивать И поддавшись соблазнам Совершил с ней сделку Она даёт ему славу И корону А он за это занимается С ней Саитием И даёт ей Сынишку В игре же это представлено Тяжёлым уровнем Где мы всеми силами Пытаемся воспротивиться Соблазнам Но всё Бесполезно Гэгай делает ведьме Дабл-нюхал-пукал И затем просыпается Самым настоящим Князем-рюриком Со всеми сопутствующими Плюсами И минусами Из положительных моментов То, что у нас корона А из негативных То, что наши земли Подвергаются атакам И насилию со всех сторон С этого момента Разработчики решили Добавить ещё больше Отсебятины И последующие три акта Никак не связаны С фильмом в принципе Для начала мы отправляемся В нашей земле Где происходят Лютые сатанинские события Какие-то демоны Туземцы Тудосят деревни Также им тут помогают Одни из самых Неприятных противников Тролли Негодяи Их удобнее пиздить С помощью ярости И если вы хотите Идти по доброму пути героя То готовьтесь Лизнуть солёного Ибо битьё мечом Занимает кучу Сраного времени Потому что Путь ярости Путь казуала Наконец-то мы добираемся До одной из наших деревень И получаем новый Весьма необычный квест На спасение Девственниц Видимо этим оккультистам Двачарам нужны Невинные тяночки Писечки Для срамных ритуалов Но поскольку Я сторонник социальной жизни И любых проявлений Коммуникаций С реальными людьми То было бы Непозволительно Допустить такие ужасы На моих землях А ну пошли обратно На свои имиджборды И бутылки с мочой Забирайте Хоть я и потею Как могу Но отбивать Дев мне мешают Все и вся Включая новый вид Врагов Голожопые Жрицы Их основной скилл Это окуколдивание Наших дружинников Которые рядом с ней Становятся бесполезными И убогими Прямо как в жизни Но благо у нас Есть средства Против таких личностей По итогу тролли Все равно пиздят Часть девственниц В далекие края И наша задача Это спасти их Путем пробежки По местным Не очень красивым локациям И убийству всех Кто попадется На нашем пути Финалом же Этого акта Оказывается Битва с волком Полуебком Которому эти Сатанюги И поклоняются На примере битвы С ним Мне хотелось бы Показать вам Местную Вариативность Прохождения Которая заключается В том Что если вы будете Использовать ярость В битве с ним То вас ожидают Плохие последствия Моей жертвы мало Чтобы побороть Волка Внутри тебя Девственницы помрут Девственницы помрут Часть дружинников тоже А ваши друзья будут грустными И несчастными Но если идти по харду То последствия будут Совершенно иными Возьмем за пример Следующий акт Перед ним я закупаю Для себя улучшения У Унферта и Виглофа Кстати очки на апгрейд И вы также получаете Путем игры Через ярость Или героизм И затем мы Выдвигаемся в путь В данном акте Мы узнаем Что на земле даннов Напал никто иной Как Брека Наш соперник Из начала игры То ли от зависти То ли от глупости Он решил Что сможет Одолеть нас Но не тут то было В первой половине Данного действия Мы также убиваем Всех подряд И пытаемся Добраться до наших лодок Однако Далее происходит Нечто иное Что удивило меня Не на шутку Нам дается задание Защитить реликвию В виде христианского креста И если мы будем Проходить через героизм А не в асянскую ярость То в награду Нам дадут Иисусью реликвию И насколько я понял Это означает Что путь героя Это путь Иисуса Христа Символизм По юбисофтовски Впустив бога В наше сердце Мы садимся в лодку И мчимся Вслед за брекой Играем в клон Гитархира Настигаем нашего врага И устраиваем с ним Гачи-мучи Ути-пути Стоит подметить Что бить боссов Без ярости То еще дело К втешке Даются вам Очень сложно И порой Это даже Хардовее Чем пережить Пытку Ацелота Но используя Свой знаменитый Метод Ехидный лютик Я валю бреку На лопатке Не используя ярость Тут же вы можете Лицезреть Положительные Последствия Наших решений И как это ты Стал Конунгом Белвульф Знамение С небес Слушайте меня Друзья мои Появитесь Мы Последний Из героев Пусть Каждый Кто может Добудет себе Славу И честь Перед смертью Лишь тогда Деяния наши Будут жить Вечно Следующим этапом игры Является путешествие в Хель Где мы должны Пиздануть Хель Это пожалуй Самый ебнутый И убогий эпизод Приключений Биопесича Начнем с того Что нас заставляет Спасать наших товарищей От айсбергов На время Хотя я вижу им И без моей помощи норм После этого Путем запары с врагами Троллями Рычагами И камнями Мы забираемся на трон Снежной бабищи Которую мы даже не бьем А лишь слегка Душим Угомонив Эльзу Мы отправляемся домой Пируем И готовимся К финальному эпизоду Наших Приключений С этого момента Игра снова Придерживается Сюжета фильма Нам необходимо Собраться силами И встретить Свою судьбу Вглядываемся В наш щит И внезапно Переносимся На несколько лет Вперед Где Беовульф Стал старым И убогим На земле данов Напал золотой дракон Который по совместительству Является сыном Златой ведьмы И самого Беовульфа Именно эта цинка И является финальным Боссом Этой замечательной игры Прощаемся С нашими братанами И женой Они кстати Из-за нашего Героического Прохождения игры Относятся к нам Благосклонно И не считают Агрессивным Поехавшим батей Да и сам Беогавгавыч Относится к себе Адекватно Прекрасно осознавая Кто он есть Прости Помни обо мне Не как о конунге И герои Но как о мужчине Со всеми ошибками И пороками Берем нашего Старого друга С собой В финальный бой Доходим до пещеры Где обитают Золотые уроды Оставляем Нашего друга Около пещеры Просто потому что И начинается Главный замес Битва против дракона Не сложна А скорее Слишком душна И уныла Все что нам нужно делать Это уворачиваться От ударов дракона В нужный момент Хуярить И так до бесконечности Потому что Этот рептилоид Слишком жирный И здоровый Выглядит все это Примерно так Под конец Мы хватаем дракона За конец И совершаем Финальные Квтешки Которые я не буду Как-либо комментировать И дам вам Возможность Лицезреть Лично Ты заплатишь Сегодня мы оба встретим Свою целью Я тебя ненавижу Нет! Умираем Вот так Вечером пятницы Отец с сыном Снова нализались И нахуярили Друг друга По самые черри Однорукий герой Лежит Умирая Друган Виглов Горюет Говоря что Все будет хорошо Но все Нехорошо И Беовульфа Отправляют В последнее плавание С огоньком Он был лучшим из нас Пастырь нашей земли Он отдал жизнь Спасая свой народ О повелитель воинов И конунг конунгов Беовульф Друг мой Твое наследие Не умрет Тут же вы можете увидеть Финальные результаты Моего прохождения И это был Беовульф Дегейм Мои дорогие друзья Вы конечно можете Вполне справедливо Спросить Что это была За х... И я вам отвечу Это была еще Одна игра Из моего далекого Детства Которую я хотел Поделиться с вами Она является Значимым Игровым Экспириенсом Лично для меня Во первых Это была Самая первая игра Которую я Полностью прошел На консолях А во вторых Это показатель Утонченных Игровых вкусов Которыми обладал Молодой Бебуй Потому что Тогда эта игра Зашла для меня На 10 из 10 Ведь тут кишки Мясо Какие-то бабищи Можно отыгрывать Злого ебаната Да и сделано Все это По моему Любимому кинчику В общем Молодой Бебей Вульф Был тем еще Игровым эстетом Однако Глядя на эту игру Сейчас Я поражаюсь Тому Какой же это Кусок дорисни Если смотреть На игру Вне контекста Фильма То ничего Непонятно Мы все время Куда-то бегаем Кого-то бьем Ну зачем Непонятно С геймплеем Я вообще В ахуе У ворот Работают через жопу Играть путем Героизма Почти невозможно Потому что Игра то и делает Что вынуждает Тебя использовать Ярость Смысла вытворять Камбухи Тоже нет Так как все Они наносят Одинаковый урон И если вы будете Все время Спамить легкими ударами То в принципе Пройдете игру Даже на максимальной Сложности Ну и напоследок Проблемы с Технической стороны Рты у персонажей То открываются То не открываются Игра порой вылетает Обучение Говно Локализация Говно Игра Говно Я никому не буду Ее советовать К прохождению Первый эпизод Еще более-менее Заходит Из-за опиздюливания Врагов Но потом Все превращается В жуткую дрясню Да и ради сюжета В этой играть Тоже не стоит Лучше фильм Гляньте Если еще не смотрели Надеюсь Вам понравилось Данное видео Я неплохо Так отдохнул Страдая фигней В этой игре Ведь так классно Делиться экспириенсом И рассказывать Про игры Которые раньше Проходил Даже если Эти игры Подобны Черкашу На труханах А на сегодня Все Мои дорогие друзья Следующий ролик Поделен на нолик До скорых встреч Кричите громче Девочки Ну что Громче Эти игры Громче Не прихожие Девочки А на сегодня ПОСł Argument italian Эти игры Проект Эти игры Пришли Девочки Отдел Эти игры Тоже Да, Углич Супреж На сегодня Можем Я Супреж Супреж Субтитры сделал DimaTorzok